Всем привет! На всякий случай, я voice-инженер, на данный момент я работаю в MessageBird-компании. Мы занимаемся много чем, в основном занимаемся голосовым, пересылкой голосового трафика и построением voice API. И также мы сейчас, на данный момент, начали разработку уже WebRTC для этой компании. И для нас, естественно, ICE стал таким, не только ICE, а вообще проектирование медиа для WebRTC стало очень краеугольным камнем, потому что он требует некоторых манипуляций с медиатрафиком. И, собственно, этот доклад стал так очень вовремя актуален. В общем-то, Сергей уже спросил, кто знает, что такое ICE, подняли руки. А скажите, пожалуйста, кто знает, что такое STUN? Вот прям вот уверен, что он знает, что такое STUN. А что такое TURN? А кто считает, что ICE как-то отличается от STUN и TURN? Так, отлично. Соответственно, есть кому рассказывать. Итак, для начала я расскажу немножечко о том, вообще, что такое ICE. NAT у нас все знают, что такое, да? Когда у нас есть локальная сеть, есть внешняя сеть. И это проблема мира ВАИП, скажем так, потому что SIP протокол изначально не был создан для работы с NAT. Что значит не был создан для работы с NAT? В общем-то, все можно сделать так, чтобы работало с NAT. Но для SIP протокола мы имеем очень много проблем, когда нам нужно переписать сначала одно, потом другое. Сначала нам нужно переписать контакт, чтобы он был правильным, иначе у нас наш сервер будет думать, что клиент где-то в локальной сети, а он не в локальной сети. Потом нам нужно каким-то образом работать с SDP, тоже переписывать данные, да? И самая главная проблема NAT вообще в том, что он разный. То есть, если мы поставили наш сервер за NAT и клиенты за NAT, что мы получили? Симметричный NAT, а не двойной NAT, это называется, да? Точнее, нет, симметричный NAT. Что такое симметричный NAT? Симметричный NAT – это постоянно головная боль. Вы никогда не сможете прокинуть трафик напрямую от клиента до сервера через симметричный NAT. Ну, точнее, от одной точки за NAT до другой точки за другим NAT. Никогда не получится у вас. Просто так. Вот. Но помимо симметричного NAT у нас существует, не симметричный NAT, который тоже не является непроблемным. Потому что при несимметричном NAT нам что нужно сделать? Нам нужно каким-то образом сказать серверу, что вот этот клиент, он не в локальной сети, да? А вот этот конкретный клиент, он у нас… Точнее, он в локальной сети, но вот этот адрес его внешний. Так вот, я немножечко так уйду в историю и начну с того, что изначально было, да? Какие решения изначально начали предприниматься? Первым был, скажем так, первым был STUN. Что такое STUN? Кто-нибудь там может у себя в голове так ответить? Просто вот прям быстренько. Что такое STUN? А? Примерно, да. Ну, как бы это правильный ответ. STUN у нас – это session traversal utilize for NAT. На самом деле STUN – это набор утилит, который позволяет нам каким-то образом понять, что мы за NAT, или что клиент за NAT, и каким-то образом разобраться с этим. В общем-то, работа STUN, она крайне тривиальная, и то, что он делает, это крайне тривиально. Он делает очень простую вещь. У нас есть телефон, например, ну, не телефон, а клиент, давайте скажем, потому что STUN, на самом деле, сам по себе STUN – это не про WAIF. Сам по себе STUN – это про NAT. Потому что никакого релея тут нет, как минимум, и неважно, какой пакет. Что делает STUN? STUN посылает пакет, точнее, клиент, на котором есть агент STUN, отправляет пакет к серверу, и сервер что возвращает назад? IP-адрес, с которого был постан пакет. Ну, мы еще можем сконфигурировать клиента таким образом, чтобы он еще спросил порт. И в ответ мы получаем, что IP и порт. Соответственно, таким образом клиент у нас будет знать, что он на самом деле находится вот на этом IP для внешней сети. Все, на этом вся работа STUN заканчивается. Ну, не совсем все. На самом деле, в STUN есть еще механизм, который позволяет вам определить, а сколько NAT у вас вообще перед вашим клиентом. Есть догадки, как это сделать? Что? Нет. Все гораздо проще. STUN в ответе посылает source-адрес, с которого пришел запрос. Соответственно, если этот source-адрес матчится с тем адресом, который STUN ответил, у нас один NAT. Если нет, то у нас больше, чем один NAT. Понятно? Очень простой механизм. Все вообще предельно просто. Когда STUN работает? Что такое STUN, во-первых, для ВАИПа? Вот так STUN работает для ВАИПа. Телефон отправляет запрос, получает ответ, вставляет данные в SDP. Ну, вот если SDP нам нужно, да? Все. Это очень легко и просто. Мы переписали SDP, и теперь, когда запрос пойдет на PBX, на сервер, неважно куда, у нас сервер будет знать, что данные, ну, RTP пакет, нам нужно слать вот на вот этот адрес, который является firewall, и вот этот порт, который тоже будет являться портом для того, чтобы принимать данные. И все было бы хорошо, если бы не появился NAT симметричный. Что происходит в симметричном NAT? Какая здесь проблема? Проблема здесь очень простая. Мы узнали здесь адрес, мы узнали здесь адрес, да? Отсюда мы кинули RTP пакет сюда, он не прошел. Почему он не прошел? А? Ну, да, скажем так, сессия другая. Дело в том, что здесь-то мы пробили этот порт, да? Вот этот вот 6452. Мы его пробили, но мы его пробили для кого? Для STUN. И когда к нам отсюда пойдет запрос, здесь firewall никогда этот порт не откроет для вот этого источника. Потому что, как работает firewall у нас? Он у нас, когда открывает исходящий порт, он открывает его для определенного destination. И разрешает принимать по умолчанию пакеты только с этого. И точнее, даже не по умолчанию разрешает, а строит таблицу. Source destination на основе этих данных. Вот так вот. Вот на этом история с STUN закончилась. То есть STUN, что нам позволяет делать? Он позволяет нам решать проблему несимметричного NAT. Это просто, но это не всегда работает, потому что у нас существуют другие схемы. Тогда придумали TURN. TURN можно перевести как обход NAT с используемым ретранслятором. На самом деле, TURN это тоже ни капли не про RTP как таковой. TURN может быть для любого трафика. RTP там или не RTP. Как вы можете посмотреть, сами RFC, вы можете посмотреть реализацию такого продукта, как код TURN, который просто передает пакеты. Он не знает, что там внутри. Он даже понятия не имеет о том, что там RTP, RTCP и так далее. Вообще ему все равно. Более того, он это умеет делать с TCP тоже. И конвертить TCP в UDP. Вот. В общем, смысл TURN какой? Если STUN сервер нам возвращал обычный IP-адрес, с которого был послан запрос, то TURN что делает? TURN говорит, слушай, вот возьми вот этот IP-адрес, вот я тебе даю вот этот IP-адрес и вот этот порт, и используй его, как будто вот это твой источник. То есть, иными словами, проблема симметричного NAT решается каким образом? Разбиением на два не симметричных NAT. Все. То есть, вот у нас TURN. Он должен стоять у нас где-то во внешней сети, или как минимум иметь интерфейсы во внешнюю сеть. Все. Таким образом проблема решается. То есть, после того, как мы вот это все сделаем, у нас трафик на самом деле пойдет через TURN. Точнее, RTP-трафик пойдет отсюда на TURN, и, соответственно, пройдет с TURN назад. Вот эти стрелочки я просто забыл удалить. С прошлого слайда. В общем-то, вот таким образом работает TURN. То есть, если так в совокупности посмотреть, то у нас, получается, есть две технологии, которые работают в абсолютно разных условиях. И можно было бы всегда использовать TURN, почему бы нет. Это хороший сервис, который, в принципе, решает основную проблему, который будет работать и с несимметричным NAT, там и с симметричным тоже. Но, дьявол кроется в деталях, как говорится. Дело в том, что если вы используете TURN, TURN это отдельный сервис. Отдельный сервер, который надо обслуживать, который надо держать, который может упасть. Соответственно, у вас также могут существовать два клиента, которые в вашей локальной сети, да? Ну, или в локальной сети клиента, и вы где-то делаете инсталляцию. Не суть важна, они рядом. Вам нужен TURN в таком случае? Нет. Вам нужен STAM в таком случае? Нет. Нет. Вам вообще не нужны никакие прокси, никакие помощники. Вы просто пересылаете медиа, потому что все рядом, можно потрогать и общаться спокойно. Но это, опять же, не всегда. Это не всегда случай, который вы можете использовать. Тогда придумали ICE. Что такое ICE? Кратко, кто может сказать, что такое ICE? Лед. ICE это лед. Отлично. Механизм выбора. Отлично. То есть, ICE на самом деле это технология. А, и еще, ладно, там скажем. ICE это технология, которая что делает? Которая имплементируется на клиенте и позволяет вам собрать данные о том, что находится вокруг вас в вашей сети. Соответственно, она позволяет вам посмотреть, какие у клиента локальные интерфейсы есть. Вы можете сконфигурировать, туда запихнуть стан и тюрн-сервер. И ICE технология опросит эти сервера на их, скажем так, доступность. Вот как раз, забыл про этот слайд. На их доступность опросит сервера и подготовит кандидатов, которые могут быть использованы для установления той или иной сессии. То есть, у нас был с вами СИП, если мы вернемся к СИПу, например. У нас был с вами СИП, у нас был с вами SDP, и у нас еще появился ICE. Третий субпротокол, который также участвует в создании сессии. Это важно. То есть, он, как я сказал, собирает данные об интерфейсах, проверяет удаленный сервера стан, проверяет удаленный сервера тюрн, проверяет возможность установления с ними соединения. Все. Это задача, практически все задачи ICE. То есть, вот так вот тривиально. Как он работает? Если мы посмотрим, что он из себя представляет внутри, на самом деле внутри, что ICE, что тюрн, это такие расширения протокола, которым пользуется стан. То есть, о чем я говорю. То есть, если мы посмотрим на сообщения, которые мне перекидываются, а не внутри. То есть, мы посмотрим стан, он перекидывается определенными сообщениями, в определенном формате. Мы откроем тюрн, тюрн просто добавляет расширение к этим сообщениям. Стан еще больше добавляет расширение к этим сообщениям. это логично потому что они выполняют одну и ту же функцию и в общем-то turn если окунуться дальше он впоследствии был дописан к rfc для стан как расширение то есть тюрн сейчас часть стан сейчас соответственно возвращаясь к из после того как клиент клиентской пау которая установлена на телефоне например да после того как она опрашивает локальные интерфейсы после того как она попробует доступны ли сконфигурированные стан и turn сервисы она в зипе добавляет вот такую картинку а вот такой вот список я сломаю так вот вот такой список что в этом списке в этом списке все довольно просто и очевидно у нас остаются с вами адреса локального интерфейса не локальный интерфейс извиняюсь интерфейса который ближе всего для нашего клиента почему 127 01 а из очень очень часто используется в brtc просто потому что он очень реально помогает и в brtc клиент определяет локального клиента как локальный адрес изначально всегда далее собирает данные о том что у него есть возможность создать соединение внутри локальной сети да по youtube например по tcp протокол что он может создать что он может использовать стан во внутренней сети и что он может использовать turn сервер тоже извиняюсь стан во внешней сети и что он может использовать turn сервер во внешней сети все эти кандидаты ранжируются не просто так кандидаты ранжируются почему потому что у них есть определенный вес и стан как таковой извиняюсь там а из как таковой он что делает он умеет высчитывать приоритет каждого кандидата соответственно сначала всегда будет используя будет всегда сначала попытка использовать локальный интерфейс внутреннюю сеть только потом стан для разрешения айпи потому что стан проверка на стан это всегда проверка на то кем я являюсь во внешней сети кем клиент является во внешней сети и только потом если все эти коннектики был будут неудачными только тогда а из скажет ладно давай попробуем turn и соответственно по протоколам всегда youtube будет на первом месте tcp будет это с tcp relay over tcp это самая последняя инстанция которая только может быть то есть самая последняя очередь он будет использовать транзакцию через tcp а ну и в общем то каким образом это происходит после того как клиент а назовем его да собрал вот этих всех кандидатов он отправляет все эти данные в к клиенту b потому что хочет с ним законнектиться что делает клиент b клиент b во-первых он также начинает проверять тех кандидатов которые были присланы да он попробует по пинговать скажем так локальные интерфейсы он попробует по пинговать стану попробует по пинговать turn если у него есть какие-то свои настройки он может добавить кандидатов после того как он добавит кандидатов он отошлет ответ ансор модель в ответе тоже такие же будут адреса кандидатов если там будут какие-то новые адреса первый клиент повторит скажем так для вот этих вот новых адресов проверки если нет они если нет в общем то они начинают процедуру именно номинирования пар что значит процедура номинирования пар процедура номинирования пар эта процедура когда у вас два клиента нашли какой-то общий пункт где они могут взаимодействовать и они решают что именно вот и что вот эти вот адреса они могут быть потенциально используем для передачи соединения кандидатов может быть также несколько кандидатами могут быть локальная сеть может быть Сначала локальная сеть, потом какие-то внешние источники, например. Почему стан тоже важен быть номинированным как кандидат? Один и тот же стан, почему важен быть номинированным как кандидат? Потому что стан, если использовать два разных стан, он может отдать два разных интерфейса, и они могут быть на самом деле в двух разных подсетях, и у вас опять ничего не получится. Поэтому стан важно иметь один, и либо если этот стан не один, он должен иметь одинаковый интерфейс, и там и в стане есть протокол, ну не протокол, а расширение, которое позволяет сказать, что у меня есть alternative адрес. Пока все просто, понятно? Очень тихий дабл. И после того, как произойдут вот эти вот все тесты, клиент А и клиент Б, что они начинают делать? Они в конце концов тестируют, а могут ли они действительно достучаться через этого вот посредника, или напрямую, скажем так, да, до клиента А, до клиента Б, клиент Б, до клиента А. И вот только тогда, если все происходит замечательно, только тогда устанавливается соединение. Почему я об этом говорю, и почему на этом делаю акцент, на том, как вот Айс работает внутри, да? Почему? Потому что я сейчас вам это рассказал за 20 минут, а это все должно происходить очень быстро. Потому что ваш клиент никогда не будет ждать тучи времени, чтобы просто-напросто соединиться, да? Он быстрее трубку положит. Отсюда вытекает вопрос, кому Айс нужен? Точнее, да, кому Айс не нужен? Правильно. И почему именно так? Я переформулировал этот вопрос, потому что у меня в названии моей, скажем, назовем это маленькой лекции, да, кому Айс нужен? Почему? Потому что на самом деле Айс нужен практически всем. Это отличная технология, которая реально очень сильно помогает вам в настройке вашей инфраструктуры. Он на себя забирает, он автоматизирует все вот эти функции, которые вы перекладываете, или можете переложить на сервер, например, на тот же, кто работает с Камайлио, например, на тот же Камайлио. Потому что для Камайлио тоже может быть в каких-то моментах проблематично определить реальный сорс, с которого будет идти SDP, например, да? А здесь это возможно. В общем-то, она работает не сильно, скажем так, медленно. У Айса есть расширение, оно написано в драфте, не в RFC. Расширение называется Trickle Ice. Что такое Trickle Ice? То есть изначально Айс планировался как степ-бай-степ выполнение алгоритма. Если мы выполняем шаг за шагом алгоритм, он, естественно, занимает дольше времени, потому что выполняется каждый шаг. Потому что он сначала попробует достучаться до стан. Потом попробует достучаться до turn. Потом попробует достучаться, точнее, сначала до локальных, потом до стан, до turn. Потом попробует еще UDP и TCP и решит, что получится. Так вот, Trickle Ice расширяет функционал этого протокола и описывает, как это сделать асинхронно. То есть Trickle Ice позволяет имплементировать агент таким образом, что он будет это делать не шаг за шагом, а сразу все и как можно быстрее. Возвращаясь к вопросу, кому Айс не нужен. Айс не нужен, если у вас зоопарк оборудования, банально. Просто потому что, да, логично предположить, что какое-то оборудование просто не понимает Айс и не будет его использовать. Но, как показывает практика, если оборудование, некоторое оборудование, если ему прислать пакеты, данные, которые он не знает в пакетах, что оборудование сделает? Оно сломается, упадет на пол и будет плакать. Также вам не рекомендуется использовать Айс, когда вы делаете, вы едете, как я это написал, извините, извините, пожалуйста, вы делаете запись на проксирующем сервере. Почему? Ну, логично, да, почему? Потому что если вы делаете запись на проксирующем сервере, вы должны указать, что через этот сервер у вас должны идти данные. И Айс очень умный, скажем так. И если у вас connection происходит в локальной сети, Айс выберет локальную сеть. Он не будет вам говорить, а, ну да, ты же мне сказал, что… Он не знает вообще понятия, не имеет понятия о том, что вы где-то хотите сделать запись. Он пошлет медиа напрямую. Соответственно, имеет смысл Айс отключить и контролировать ручками это дело. У вас очень критичное время установки соединения. Ко мне вот сегодня буквально Александр подходил с вопросом. Да. У него проблема вот буквально возникла, что у него очень долго WebRTC клиенты соединяются друг с другом. Это происходит в 99% как раз-таки из Айс. Потому что если посмотреть на SDP, который приходит от WebRTC клиентов, которые генерируют кандидатов, у вас не список, как я показал, там из шести, а там, как правило, такой вот лист хороший. При этом, особенно если вы используете какие-то дефолтные WebRTC клиенты, в них уже зашиты в сами библиотеки, или, извиняюсь, не дефолтные, наоборот, от каких-нибудь вендоров в WebRTC библиотеки, в них уже зашиты какие-то публичные станы. Он их все чекает. И пока он не прочекает, он не успокоится. Соответственно, это проблема. Длины установки соединения. И последнее. У вас очень сложная структура сети. Имейте в виду, что Айс, конечно, он умный, и он чекает все коннекшены. Но его достаточно легко обмануть, потому что если у вас есть одна сеть, и через несколько NAT-ов другая сеть с пересекающимися IP, это может быть проблемой, потому что Айс может не сработать и определить неправильно, куда слать трафик. И определить неправильно, скажем так, через что слать трафик. Отлично. Вот, в общем-то, на этом все. Я надеюсь, что я понятно донес, что такое Айс и кому с ним работать. И надеюсь, я, скажем так, принес что-то новое в ваши головы, если вы не знали. Спасибо большое за внимание. Можно добавить, здесь не хватает одного пункта IPv6. Правда? Задавай больше вопросов. Да, здесь не хватает пункта IPv6. Объясню, почему. Давайте примем внимание, что, точнее, взглянем правде в глаза. Сколько мы знаем сетей, которые используют только IPv6 внутри? Никто не знает таких сетей. А, Игорь знает такую сеть, да? В США, IT Mobile. А? В США, IT Mobile. Ну, отлично. Видишь, из всего зала только один ты знаешь такую сеть. Поэтому Айс еще имеет актуальность. И IPv6 еще не так имеет актуальность. Сталкивался ли ты с проблемами безопасности именно в Айсе? Я так понимаю, Айс ответ можно… Не ответ, а вот эти сервера, которые он тестирует, могут быть скомпрометированы и что-нибудь там выдать, чтобы пошел трафик через них. Скомпрометирован может быть только Терн-сервер. Потому что только Терн через себя несет. У Терн-серверов есть аутентификация. Вы можете настроить… Там можно настроить ОАУС аутентификацию. Поэтому, да, это хороший вопрос. И проблема может быть, если вы неаккуратно работаете с аутентификацией. Но она решаема. Скажем так, она может быть только, если вы не знаете о том, что можно аутентифицировать. Аутентифицировать можно. Поэтому там есть процедура аутентификации, которая закрывает эти проблемы. Сейчас вот хотел задать другой вопрос. Но вот в догонку к вот этому вопросу… Типа, чего зря очередь стояла, да? Скомпрометированный сервер. Если один из одной сторон злонамеренно вставляет в процедуру ICE вот этот самый man in the middle. А каким образом man in the middle? Терн уже man in the middle. Правильно. То есть она подставляет плохой Терн-сервер. Ну, чтобы подставить плохой Терн-сервер, тут надо понимать, что для того, чтобы на Терн-сервере аутентифицироваться, вам нужны логины пароль, скажем так. Ну, не всегда же. Ну, не всегда, да. Соответственно, ну, что значит плохой? Дело в том, что вы, когда конфигурируете свою систему, да, вы же определяете, какие сервера будут работать. Если отдать это на выбор там библиотеки, которую вы взяли, да, она туда может запихнуть все, что угодно. Но это же вочер на разработчика уметь контролировать это, правильно? Нет, я, возможно, плохо понимаю, как работает Айс. Точнее, точно плохо понимаю. Но когда вот связываются два клиента, да, первый клиент, да, который получает Айс-предложение, он же все равно пытается пойти на некий Терн-сервер, если у него нет. Все правильно. Он пытается. Но дело в том, что он не пойдет на рандомный Терн-сервер. Вот этот Терн-сервер, его нужно сконфигурировать сначально, сказать Айс-клиенту. То есть на первом клиенте должен быть адресованный сервер. У него должен быть список, куда ходить-то узнавать, иначе он не пойдет и не узнает. Так ему же прислал только что вторая сторона. Вторая сторона ему… Первый клиент, тот, кто инициирует соединение, он является инициирующим. Он сначала собирает то, что ему разрешено. Второй клиент, который присылает, он собирает то, что ему разрешено. Правильно. И он вставляет туда… Хорошо. Если он вставляет туда какие-то данные и кто-то сервер позволяет аутентифицировать, то здесь, наверное, проблема уже второго кандидата. Я говорю, что злонамеренная вторая сторона. Ну, злонамеренная вторая сторона. Хорошо. Ладно. Я не спорю. Такое возможно. Но тут, наверное, проблема не во второй стороне, а проблема в том, кто конфигурирует эту вторую сторону. Это уже компрометирует с другой стороны, скажем так. Все это последний. Тогда задам один оригинальный вопрос. Нет, 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 все. Мы можем там обсудить, не вопрос. Давайте следующий вопрос. Извините, пожалуйста. Больше кроме вас, пожалуйста, никто больше. Скажите, торн серверов может быть больше одного? Да. В таком случае еще вот такой вопрос. Если у нас клиент не поддержит ICE, то это все ломается. Клиент не сможет. Да, он не работает. Но здесь надо понимать, что у вас есть SDP, а есть ICE. Соответственно, если вы используете ICE, SDP может быть проигнорирован. Мне просто торн интересует. Вот если у меня два сервера торн, соответственно, он использует внешний IP-шник, все это уже торновский, правильно? Да. Соответственно, клиент, если он, SIP регистрация у него на конкретной IP, он должен, значит, эти список торн серверов знать. А если SIP регистрация здесь никакой роли не играет? Только чисто медиа там. Это медиа, да. То есть здесь сигнализация роли не играет никакой. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть у вас список совместимости устройств, которые поддерживают эту технологию? Я могу сказать за WebRTC библиотеки. Практически весь WebRTC поддерживает эту технологию с TricleEyes. Касаемо хардфонов и софтфонов, ничего, к сожалению, не могу сказать. Не очень много с ними работают. То есть это только для веб? Я использую только для веб. Я знаю, что есть софтфоны, есть хардфоны. Я больше чем уверен, что Fanville поддерживает AIS. Я больше чем уверен, что IP-матика поддерживает AIS. В интернете про это нет информации. Я посмотрел ни одного IP-матика. Вот это не точно, кстати. Ну, скажем так, если у вас устройство не поддерживает эту технологию, у вас просто AIS на нем не будет работать. Но если устройство правильное, скажем, если у него прошивка правильная, она просто не умеет. Она просто проигнорирует, и у вас согласование будет по SDP происходить. То есть у вас уже есть DP, есть данные. То есть AIS — это расширение, это дополнение, это еще один суп-протокол, который позволяет этим работать. Все. Какой тебе вопрос больше всего понравился? Блин, их надо было уже запоминать, да? Вот такое есть. Мне понравился вопрос про скомпрометированную вторую сторону, на самом деле. Ага, тогда... Ага, ага. Понятно, Сергей, проходите. Проходите. Давайте я вам размешаю. Так, так, так. 30. Я сейчас подумал, надо было заготовить какие-то эти... Помните, в спортлото было там 22, там гуси-лебеди. Не было это в вашем детстве? Было, было. 3000 рублей на личный счет задарма. Точка ком. Вот со стороны задарма был такой смех, как будто бы есть какая-то история. Там просто был ответ, но это не факт. Так, надо же найти. Ага, вот. Вот ваш 30-й. Точка ком. Точка ком. Продолжение следует...